Субботнее утро на приборостроительный настоящий аншлаг. Более 250 продавцов с 7 часов предлагают орловчанам продукцию местного производства. По крайней мере, именно такая идея заложена в ярмарках выходного дня. И этим они отличаются от обычного рынка. Проверку проводим, чтобы не допустить сюда перекупщиков, в связи с тем, что ярмарка, согласно постановлению, организована для товаропроизводителей Орловской области. Согласно постановлению, рекомендовано продавцам установить цены не выше среднего по области. Но в это утро ярмарочный покой был нарушен присутствием неожиданной делегации. Сотрудники Ростельхознадзора и представители городских СМИ проверили коммерсантов на наличие необходимых документов и соблюдение всех требований при продаже товара. Документы можно? Ура! Основные показатели – это нитраты и на карантин, исследуем на нематоды, потому что картофель, видите, с почвой, поэтому при покупке другими покупателями может распространиться на свои участки. Большинство продавцов сразу представили документы, среди которых должен быть и обязательный акт ветеринарного контроля товара. Однако, чем дальше мы проходили по рядам ярмарки, тем чаще встречались менее добросовестные торговцы. В этот день им пришлось покинуть свое рабочее место. Такая мера наказания коснулась и тех, кто торговал продукцией не местного производителя. Больше всего вопросов у журналистов вызвала мясная продукция. Скорее всего, она действительно свежая и прошла всю необходимую проверку. Но как можно торговать мясом на жаре, в то время, как по нему ползают насекомые и разделывать продукцию голыми руками? Все, закрывается, Марлечка. Вот это, посмотрите, закрывается. Марлечка у вас за концами закрывается. Вы так тоже закрываете. Если вы не можете, вы не знаете, откуда вы в холодильник, так все. Штрафные санкции на физическое лицо, если физическое лицо, у нас идет от 500 до 1000 рублей. А между тем, пришедшие сюда жалобу жильцов приборостроительной, направленную депутату облсовета, на неудобство расположения ярмарки и сомнительное качество товара не поддержали. По качеству хорошие. И нам вот этот район, микрорайон очень большой, и нам очень удобно здесь. Мусора я не вижу никогда. Вот сколько хожу. По словам специалистов, проверки здесь проводятся регулярно, и грубых нарушений зафиксировано не было. Будем надеяться, что это не показательный просмотр, а привычный контроль. Ведь только при регулярном мониторинге торговых точек можно говорить о качестве товара, в котором должны быть заинтересованы и покупатели, и продавцы. Анастасия Тимоничева, Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.